Всем привет! В этом видео я с вами поделюсь идеей летних сочных заколочек Клик-Клак. Итак, что нам для этого понадобится? Нам нужен фетр красного цвета и зеленого. Оттенок зеленого подбираете тот, который вам нравится, либо же который у вас есть. Заколочки Клик-Клак. У меня вот такие вот. Это уже готовые заколки. Я их покупала на Алиэкспресс. Но вы можете взять заколочку Клик-Клак и, например, вырезать вот такие фетровые заготовки и просто вставить, обшить. И так же, как вариант, сделать такой вид заколочек. Для начала я вырезала круг из фетра диаметром 8 см и разрезала его пополам. С одного круга получается две клубнички. Что делаем дальше? Берем наш полукруг и складываем пополам. И прошиваем. После того, как прошили, я нитку не отрезаю. Она нам еще нужна будет. Вот. Видите, как получилось? Аккуратно прошивать, в принципе, и не надо. Эта сторона все равно закроется, мы ее заклеим. Вот такой у нас получился фигурка. Теперь я беру наполнитель. У меня вот такой, но подойдет обычная вата, если у вас нет. И прошиваем нашу клубничку. Ну вот. Вот. Наша клубничка готова. Теперь, что мы делаем? Я беру нашу заколочку. Вырезаю из фетра, желательно по цвету клубнички. Круг. У меня он где-то диаметром, ну, немножко не доходит до двух с половиной сантиметров. Это будет у нас такая подложка. Я где-то чуть-чуть отступаю от края, делаю небольшой прорез. И просовываю наш язычок в заколочки. Вот так. Желательно его еще приклеить. Есть. Теперь берем нашу клубничку. Я, в принципе, ее вышла черными нитками. Даже не знаю, почему захотелось черным цветом. В принципе, черные семочки – это арбуз. Наверное, захотелось арбуза. Можно взять зеленые нитки, желтые нитки, либо даже бисер, в том числе и золотистый, либо желтый. Я думаю, будет смотреться намного лучше, чем черные нитки. Потому что у нас такая полуклубничка, полуарбуз получился. Ну, давайте я покажу, как я вышивала. Давайте попробуем зелеными. Вот так, ниточку. И вот такими маленькими стежками на одном месте я делаю просто три стежка. Вот так. Иголку запускаю и вытягиваю ее в том месте, где нам нужно. И так вышиваю полностью всю зеленую нитку. Иголку запускаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Может быть это золотистый бисер Теперь приступаем к нашему листочку Я вышила вот таким способом Сейчас покажу, как я вышивала Запускаем иголку Теперь я запускаю иголку назад За спину нашей нитки Вот так И делаю петлю Можно ее сделать легенькую, либо можно хорошо затянуть Теперь опять запускаю иголку за спину нашей нитки Вот так И опять делаю петлю И так вышиваю в нужном мне направлении До конца Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой листик у меня получился В принципе вышивала я очень давно И я думаю у вас получится намного красивее и лучше, чем у меня Теперь что мы делаем Прикрепляем наш листик к клубничке Наносим клей к основе И просто приклеиваем Вот так И теперь совсем чуть-чуть клея И вот такой еще листик Приклеиваем И есть клубничка Вот так, чтобы Принципиально не имеет значения И вот нашим швом К низу Наш листик Добавляем наш листик к клубничке И вот так И вот так Я думаю все-таки, что зеленый цвет бубочек на клубничке смотрится красивее. Вот такие у нас летние клубнички, ягодки получились.